Всем привет, друзья! Привет-привет! Сегодня приготовим две закуски на праздничный стол. Так что, сейчас я быстро их покажу. Можно, да? Да. Вот так они будут выглядеть. Смотрите, какая красота! Ну все? Погнали готовить? Приступим! Для первой нашей закуски нам понадобится листья салата, укроп, тостовый хлеб, килька, два яичка отварных и один огурец маринованный, майонез, соответственно. Ну и приступим к готовке. Мы разминаем сначала скалкой хлеб. Как тесто, да? Да, раскатаем еще с собой. Крошится. Вот так вот, короче. А, давай я покажу сейчас сразу один. Что мы дальше делаем? Разрезаем его. От одного угла в другой угол. От другого, да. Треугольнички, да, получаются? Да, теперь нужны нам зубочистки. И делаем таким образом. И прокалываем. Прям ювелирная работа. Поделочки. Что-то пошло не так. Ставите. А если, наверное, вот так проколоть, как, вот, да, вот так. В корочку, да, надо корочку. Ну, типа вот так, наверное, да? Такие вот должны получиться. Ну, вот так сейчас наделаем. Потом я уже покажу, да? Это бракованный, да. Бракованный. Брак. Заводской брак. Везде бывает брак. Ну, что-то такое получилось. Матрешки наши такие. Все, теперь давай я эти брюшки, господи, они такие хрупенькие. На противень выставляем сейчас. И в духовку, в разогретую ставим. Маленько подсушим их. Чтоб они, эта, корочка покрылись, да? Да, и форму такую же придали. Угу. Все, ставим. Все. Пока наш хлеб запекается, мы приготовим начинку. Два куриных яйца отварных, трем на мелкой терке. Ну, такая лапшичка получает. Лапшичка. Лапша, лапша. Яичная. Яйца мы натяжили на мелкой терке, и теперь приступаем. Зубчик чеснока нужно. Трем. Для ароматного вкуса. Для пикантности. Да. Яйца без чеснока, это вообще никак. Так, сочетание со вкуснейшим домашним огурчиком. И со шпротой. Все причислил. Да. Теперь нужен майонез. Майонез также по своему усмотрению. Ну, чтоб не плавал как бы. Ну да. Все перемешаем. Главное, чтоб получился как раствор, да? Да. При ремонте. Да я шучу, конечно. Не обращайте на меня внимания. Не слушайте его, пожалуйста. Да, да, да. Я могу себя запикать. Ну, достаточно прям. Ну да. Вот прям хорошее. Вот так берешь в руку, слипаешь, если комки лепятся. Если вот там на стену надо еще проверить. Да, да. Если прилипает, значит нормально. Солить мы не будем, так как у нас соленые огурцы, рыба. Так что соли не нужна в яйцах, конечно. Ну все. Готово. Ждем хлеб. Ну, яичная смесь у нас готова с чесноком. Ну, теперь приступим к огурцу, так как он у меня большой. Если есть корнишончики, просто их... Так. Вот так где-то разрезаете их. Сейчас. Наверное, сколько у нас? Восемь их, да? На четыре части, значит. Ну, хотя бы вот так вот, чтобы небольшие кусочки были огурца. Ну, если корнишончики, то, конечно, как бы... Попку надо отрезать. Чего, господи, экономненько. Чтоб побольше осталось огурца, блин. Вот, на четыре части нормально. Ну, это я вот так сделаю, потому что он толстый прям. Ага. Все. О, готово. Готово. Ну, пока мы это все приготовили. И украсим, наверное, нашу тарелку, где будут стоять наши так называемые закусочки. Зеленую полянку сделаем такую красивую. Ой, какая зелень, летнее настроение. Так вот эту вот штуку я отрежу, она лишняя прям жесткая. Да, откусила бы лучше. Нет. Вот ему хоть распрямляется. Вот, да, да. Вот это вообще красота. Прощай, Алешка. Твою любовь по наружку. Моем бокале винишко. Траковые петришки. Во. По всей окружности. Мне лучше так перевернуть. Позеленее. Все. Какова красота, какова красота. Запеклись. Все, наши юбочки готовы. Подсушились. Теперь что? Ну, теперь мы начинаем яичками туда. Знаю, счастье в простом. Фаршировать, да, их? Да. Не сильно, конечно, это. Ну, так где-то примерно. Угу. Теперь. Вставляем. У меня слюненький тигурчик. Да. И рыбешку. Можно я пальцами буду брать? Да, конечно. Вилочкой как ты ставишь туда? А хвостом кверху или? Давай кверху, чтобы видно, что это рыбка была такая. Во. И зеленушечку для красоты. Во. Вот такая. Оно прям, знаешь, сочетается вот. Ой. Зеленое. Подождите. Ой, елочка падает. А, кажется, это пошло не так. Сейчас мы ее запихнем. Вот. Во. Смотрите, какая закусочка вкуснейшая. Ну, все. И все делаем. Все так же набиваем, а потом покажем всю красоту, что получится. Скорее падает. Ну, а такая красота у нас получилась. Оригинальная закуска на любой праздничный стол. Аппетитно вообще. Да и по вкусовым качествам вообще будет обалденно. Так что, приступаем к второй закуске сразу. Не будем кинуть время. Поехали. Давайте. Друзья, наш, ну а для второй нашей закуски нужно всего, ну, минимум. Это как бюджетная, что ли. Вот у нас осталась килька, да, как она? Шпроты, да. Можно вообще сардины, скумбрия, там, я не знаю, горбушу, любую рыбу. Но так как она осталась, ну, куда нам ее? Мы решили сделать еще вторую закуску. Для этого яйца также отварные у нас тут пять штук. По желанию чеснок, если хотите, зелень. Кто любит. Да. Ну, и в принципе, и три пакетика чая. Чая. Потом увидите, для чего он нужен. Ну, все, приступим с яиц. Начнем, нам нужно их разрезать на пополам, да? Да. Да. И отделяем нам желток отсюда, к рыбе. К чеччутке отделяем от всего этого. Друзья, забыли сказать, надо одну треть. Верхушка меньше. Да, чтобы у нас как... Потом. Да, это все потом. Это все потом. Короче, я вам. Вот, еще раз вот так покажи. Ну, вот. Одну треть. Не наполовину, а одну треть, чтобы одна больше часть была, а другая меньше. Так, и нарезаем мелко зелень. Это может быть... Вот у нас укроп только. Да, ножики я не мой, так как это все пойдет сюда. Да, да. Можно петрушку, кому что нравится. Лук. Там, не знаю, зеленый. Да, да. Трошка. Ну, лук есть у нас, в принципе, он замороженный. Да нет, лук лишнее будет. Да. Давай, наверное, сначала я это все разомну, потом зелень добавлю. А, хотя бы чуть-чуть, да, чтобы место было. Ну, надо было просто миску побольше, да? Да, в чашку. Давай, наверное, я сейчас перекладываю, мне неудобно, он все ухваливает. Ну, да. Надо, сразу берите побольше чашечку, чтобы было все удобно. Вот, и теперь это все, и укроп сюда влезет, и все. Сразу можешь укроп сюда добавлять, он хорошо и сок даст, как бы растворится в этой массе. В массе, да. Я хотел сказать констинтенции, но я это выговорить не могу, поэтому я промолчал. Ну, и сюда можно сразу это. Майонез надо. Чесночка еще, да, сразу это шик-шик-шик. Нет, давай сначала в сухом виде рыбу разомну. Ну, давай. Ну, давай сразу потру чеснок. Да, чесночка сюда. Чеснок, ну и на соль надо попробовать. Да, на соль по-любому, она не сильно соленая там эта рыба. Так что соль тоже по вкусу, и чесночка тоже. Хотите добавлять? Да, это пошло, но мы любим как бы все такое. Тем более сейчас такие это зима, мороз, блин, надо иммунитет повышать, и добавляем чесночка. Добавляем майонез. И хорошенько все это перемешиваем. Теперь в кипящую воду опускаем три пакетика чая. Нужно, чтобы они не заварились, а вкрутую. Да, они и заварятся. И теперь в эту же воду... Мы промыли шляпки наши, кидаем наши яички, половинки. Их надо покрасить. И все, минут, наверное, пять, да, будем вытаскивать? Да, недолго, потому что они так вареные. Главное, чтобы покрасились. Ну все, друзья, наши яички, шляпки проварились в заварке. Они покоричневели. Какие? Цвет такой прикольный. Да, теперь берем нашу нижнюю основу яйца и начиняем этой вот смесью нашей. Вкуснейшая начиночка. Быстрее бы попробовать. Угу. Переворачиваем на низ. А, ну вот, полянка наша уже готова. Да. Можно укроп, можно лук. Кому как. Порезать, да, мелко лук, ну, кружочек. Как травку сделать можно. Ну, у каждого своя фантазия. Как хотите, так и украшать. У нас то, чтобы был лист салата. Да. Поэтому у нас все в салате, да, там. Все полянки. Вот так вот. Низ у нас готов. Теперь шляпки. Друзья, напишите в комментариях, что это получается, на что это похоже. Да я уже сказала, шляпки что-то. Ну, шляпки. Шляпки бывают не только у них. Но и у меня, и у тебя бывает шляпка на голове. И смотрите, какой грибочек получился. Ох, красота. Прикольно. Да, вот если еще этот сюда, как ее, укропчика, да, типа травки. Можно украсить вообще красиво. Ну и смотрите, друзья, какая красота у нас получилась. Да, грибная полянка такая. Вообще классно. Оно сдалека вообще классно. Не отличишь, если б я не знал, вообще сразу сказал, грибочки. Ну, у нас начинки еще много осталось. И вот третий сразу рецепт очень быстрый. Нам понадобится остатки хлеба, если у нас... Которые мы раскатывали, не получились доворачиваться. И вот, просто бутерброды. Смотрите, просто с одних, как бы этих, всех индигрентов, да, продуктов. Как бы получили сразу три закуски. Три. Опупительно. Во, видите, все остается, все как бы не выбрасывается лишнее. Так, я только что хотел сказать салатик, а это закусочки. Смотрите. Нет, не отодвигай, это уже третья закуска. Такие грибочки, такие одеяльца. Это назовем одеяльцами, давай. Да, смотри, одеяльца. Ну, оно как укутано, огурец и рыбка, чтобы не замерзнуть. Да, просто такая закуска, мне надо одеяльцами. Ладно. Ну и это паштет. С хлебом. Так что вот. Пробовать мы не будем. Чтобы у вас... Поднимите, пожалуйста. Мы же к концу видео всегда так возвращаемся. Пробовать мы не будем, чтобы у вас слюньки не побежали. А такой вкуснятины. Так что готовьте. Получается очень вкусно. Да. И симпатично. Смотрите, украшение такое вообще. Это очень классное. И повернем. Оно смотрится вот, да, вот, с горячим. А здесь посередине курица жареная там. Да, можно солить все салаты, правда. Вот сюда, допустим, я бы не ложила листья салата. Оно тут лишнее. Просто на тарелку, на красивое. Ну да. В принципе, да. Это же так, подготовка к Новому году, тренировка. Да. И, в принципе, оно подойдет на любой праздник, не только на Новый год. Да. Ну все. Пробуйте, готовьте. Всех с наступающими праздниками. Наступающий праздник – это Новый год. Всем счастья, здоровья и до новых встреч. Всем пока-пока.